Министерством здравоохранения утвержден новый стандарт оказания онкологической помощи. Теперь маршрут первичного онкологического пациента значительно сокращен. Об этом сегодня рассказали в ходе брифинга в онкологическом диспансере. Первая реакция любого пациента при подозрении на онкологию, конечно, паника. Именно она во многом забивает с толку и мешает больному, говорят врачи. Поэтому в министерстве определен новый формат оказания онкологической помощи. В нем строго прописаны сроки проведения анализов и специальных исследований с первого дня выявления опасной болезни. В течение трех дней он должен явиться к врачу ВОП. И ВОП назначает минимальный перечень обследований, если у него сохраняется подозрение на онкологический процесс. Онколог оценивает вот эти перечни обследований, еще раз проводит сбор анамнеза. Если у него сохраняется, что здесь есть подозрение на онкологический процесс, он выставляет онкомаркер 3 и направляет в онкологический диспансер. И вот именно вот этот период занимает 10 дней. То есть получается на уровне первичного звена до, скажем, того, как пациент явится в онкологический диспансер, занимает 18 дней. Далее в онкодиспансере при необходимости проводится дополнительное обследование. На этот период выделяется 15 дней. После выставления диагноза еще до 30 дней дается на уточняющую диагностику. Это оптимальная система онкомаркера, продуманная в интересах здоровья населения. Практика показывает, что лица, взятые на учет по онкологии, это люди от 50 лет и старше, соответственно, в большинстве с запущенными формами заболевания. Очень многие люди, когда первый раз приходят, приходят в ОПУ. Допустим, у него артериальное давление, что-то еще другое, не подозрение. Но они все равно обязаны пройти. Многие люди это игнорируют. Пишут всякий отказ от осмотра. Вот мы не хотим, у меня ничего не беспокоит. Вот это вот плохо. Когда надо, не надо, надо пройти через правила такое. Мы поэтому сегодня выступаем, чтобы они соблюдали эти правила. Надо пройти смотровый кабинет. Обязательно пройти. Вы пришли первый раз в поликлинику. Вам сказали, вам надо. Не сопротивляйтесь, надо идти, проходить. На сегодня в области функционирует 25 онкологических, 129 смотровых кабинетов. Областной онкодиспансер рассчитан на 150 коек. Помимо того, есть консультативная поликлиника, где принимают специалисты по направлениям. Работают кабинеты эндоскопии, УЗИ, КТ, маммограф. Правда, последние пять лет вышел из строя один из основных аппаратов – линейный ускоритель, что создает трудности для деятельности диспансера, сообщили на брифинге. На сегодняшний день у нас заключен договор в рамках государственного частного партнерства. Мединвестхолдинг есть такая компания. Они вкладывают 3 миллиарда тенге на это оборудование, очень дорогое оборудование. Сейчас идет у нас там бункер, где должен находиться оборудование. Старый оборудование демонтировано, там идет капитальный ремонт. И мы надеемся, до конца лета будет установлен у нас линейный ускоритель. Сейчас у нас немножко проблема. Должно быть три аппарата. Из трех один – основной аппарат, который не работает. Поэтому у нас по лучевую терапию мы отправляем пациентов Казниор-Алмата, Астана и Ахтубе. С кадрами особых проблем нет. Они ежедневно ведут приемы и оказывают помощь в рамках установленного графика. К слову, для тех, кому нужна дополнительная информация, на брифинге сообщили, что в нынешний четверг, 21 апреля в 15.00, врачи проведут онлайн-прием граждан на странице обла-онкодиспансера в Фейсбуке. Алмагуль Джамписова, Алмаз Адиетов, Алтымбек Кабделов, телеканал Акжаик.